Ну что, здорово, родной! С тобой, как обычно, Паша Клэнс, это Матрёшечка Ролеплей, если что, я играю на пятом сервочке. Конечно же, я с небольшими новостями, с какими конкретно, ты сейчас всё узнаешь. А как попасть в Матрёшку? Ну, на самом деле, всё очень-очень просто. Ты её можешь или же из Google Play Market скачать, или же из App Store. Ну, или, допустим, сделать вот так. И, как обычно, небольшой гадик о том, как найти ссылочку. Ты просто-напросто берёшь, заходишь на мой канал, дальше ты нажимаешь на ссылочки все, и находишь нужную тебе ссылочку. Такие вот дела. А в закрепе тебя ждёт секретненький промокодик, который тебе даст бесплатно тачечку. Держу тоже в курсе. Итак, я с новостями, так сказать. Я думаю, что ты прекрасно помнишь, что я себе приобрёл магазин 24 на 7, который каштан. Вот, я ещё не знаю, какая там будет финночка, прочее. Я его купил за 44 ляма, но как ты можешь увидеть по балансу и, в принципе... Да, я ещё там послил в казике немножечко. Короче говоря, я купил кое-что ещё. Ну, хотя в названии ты это уже увидел. И я сейчас нахожусь непосредственно около вот этого Амаментика. Ты видишь, что это фаркомат, конечно же. Я купил ровно тот же самый, который у меня был и до этого. Почему именно его? На самом деле, мне более-менее понравилась финка в предыдущий раз. И если я его окуплю, то это уже будет неплохо. На этот раз я постараюсь, конечно же, отыгрывать в неделю более там, не знаю, 4 часов, допустим, или что-то в этом промежутке. Так, подожди, давай вот это вот дело выключу, короче говоря. И у меня два типа бизнесов, получается, сейчас есть. То есть, если мы сейчас непосредственно зайдём вот сюда, затем в имущество, то и в бизнес, то мы увидим, что у меня аж два типа бизнесов. Это магазин 24 на 7 каштан, а именно это 25 бизнес и паркоматик, конечно же, тоже. Но, на самом деле, паркомат я купил в тот же самый день. Я просто этого не записывал, я это сделал вне кадра. И, соответственно, что? Ну, вот у меня имеется паркоматик, теперь сюда только вот этот вот моментик докупить. И, на самом деле, он даёт довольно-таки неплохо. То есть, если мы с тобой сойдём в финансовую статистику, то увидим, что, ну, плюс-минус, что-то в этом, короче говоря, есть. Вот, короче, купил я этот паркоматик. Как ты видишь, приличное количество дней назад, как минимум 4 дня. Во-первых, в день нифига никого не было, зато 26 числа очень хорошо. Ну, и я так понимаю, что средний финка 1040, может быть, будет или в этом промежутке. Может быть, и мало, учитывая, что он стоил порядка 5 миллионов, по-моему, рублей. 5200, по-моему, я его покупал. Нет, за 5250. Вот, и на самом деле, вот, короче, такая вот история. Для чего мне, ну, паркомат, учитывая, что у меня уже есть, как бы, магазин 24 на 7? Потому что мне где-то куда-то нужно было реализовывать мои денюжки, которые я, собственно, накопил. И я их сейчас буду реализовать, понятное дело, что вот сюда и непосредственно в магазинчик. Вот. Уже буквально в следующей серии мы качнем магазин Каштан 24 на 7, чтобы посмотреть, сколько, в принципе, будет вот эта вот условная аренда, короче говоря, стоит. Итак, давай воспользуемся фаркоматом. Вот эту вот мою лапочку великолепнейшую, жесткую, короче говоря, я это самое заспавню. Она, к слову говоря, сломана. Ну и хрен с ней, как говорится, ничего страшного. Если что, то починим фапожа, как говорится. Так, и что бы я сейчас хотел сделать? Я бы сейчас хотел съездить до банка, чтобы оплатить всякие вот эти вот истории, всякие вот эти вот моменты, чем мы сейчас с тобой и займемся. Так, банк, самый ближайший, это Арзамас. Поехали, короче говоря. Я чуть-чуть сейчас звук выключил. Ну, типа, зачем он нам сейчас нужен, как бы, да? Я же всего лишь еду до банка, который находится здесь очень-очень близко. Еще и Казик близко, блин. Казик это, конечно, игрушка дьявола, да, что называется. Не очень хочется, конечно, в него пока что ходить, учитывая, что в предыдущие разы я подслил. Но я думаю, что в следующей серии я все-таки схожу в Казик, ну, на несколько лямов хотя бы. Мне кажется, что плюс-минус норм идея. А еще я, походу, буду менять этот самый... Кто он? Эм, эмулятор? Я просто сейчас эмулятор записываю с компьютера. По той причине, что немножечко он как будто бы подлагивает. И это, на самом деле, очень, ну, как-то печально, я не знаю. Так, ладно, давай выгрузим транспорт. Непосредственно он нам сейчас не понадобится вообще. И что, ты медленно идешь? Побежали, родной. Это что? Вот он. 2000 вход, банк Арзамаса туда-сюда. Сейчас самый выгодный банк это Южный. Там не нужно платить 2000 за вход, да, как бы. Вот, ну и что? Давай для начала оплатим имущество. Это будет Хаттон. На 4 дня мы ее оплатим, да, с тобой успешно оплатили. Все, молодцы, круто, классно. И бизнес. Для начала это будет Каштан. Все так же на 4 дня. У меня сейчас пока что еще нету этого, кто он называется. Вот этой вот всей истории, да. Так, и, соответственно, также, по крайней мере всего прочего, я заплачу за аренду и вот этого бизнеса тоже. Вот. Сколько мы за сегодня отыграли? Ну, точнее, я. Давай посмотрим. Цена 0.60 мне нужно для этого ввести. И что мы видим? Я отыграл уже практически 2 часа. То есть, на самом деле, в неделю нужно отыграть хотя бы 2 часа для того, чтобы бизнесы не слились в ГОС. Дело в том, что когда они сливаются в ГОС, то есть, ну, система их, получается, сливает, очень-очень печально становится и история по той причине, что тебе не возвращаются деньги вообще. Вот. И, то есть, если мы сейчас глянем, допустим, имущество, да, вот это вот бизнес, соответственно, зайдем в паркомат и увидим, что у меня тут 264 тысячи, то они просто останутся, ну, насколько я помню, на балансе мероприятий и все. То есть, ни больше, ни меньше. Так, давай я сразу же закажу 210 продуктов. И, если что, то стоимость продуктов у меня, я тебе сейчас покажу, какая. Стоимость продуктов 34 рубля непосредственно. Ну, то есть, как бы, очень, в принципе, выгодная такая история. Я просто видел, что люди... Ой, что это за ауэ было? Короче, я видел, что люди ставят, получается, очень, ну, маленькие суммы. То есть, типа, стоимость одного продукта они ставят 25 рублей. И это, на самом деле, ну, дичь. Это, ну, полнейшая дичь. И, на самом деле, нужно, короче, побольше ставить-то по-хорошему. Чтобы люди, ну, возили всю вот эту вот историю. Но, понятное дело, что лучше не переусердствовать по этому вопросу, что называется. Аренда помещения туда-сюда. Бизнес открытый. Вот. И, в принципе, ты увидел, где мой паркомат находится. Я его уже покупал когда-то. Но, к сожалению, я его еще и слить, короче говоря, успел. Так, подожди. А я же ведь могу сейчас мой автомобиль, получается, загрузить, типа, здесь. Оп. Нет, он... Он здесь не припаркованный. Ну, ладно. Ничего, как говорится, страшного. Вот. До банка я уже съездил. Итак. Что касаемо карты. Где находятся мои бизнесы. Понятное дело, что это Arzamas. Так. Мышку ты не видишь. Поэтому ориентируйся по углу моей вебки. По вот этому, короче, углу. Смотри, какая история. Вот здесь находится, получается, мой паркомат. Вот. То есть, если там машинка нужна, еще что-то. Или у тебя хата там рядом. Или после казика ты выходишь. Вот здесь вот находится казик. А здесь паркомат. По-моему, в этом, короче, промежутке. Ну, в общем и целом, просто-напросто эвакуирую свою машину через мой паркоматик. И живи довольной жизнью, да, что называется. Что касаемо магазина. Опять же, угол моей вебки, да. Он находится где-то вот в этом, короче говоря, промежутке. То есть, в принципе, очень-очень близко. Я даже, скорее всего, фишка-дропом, типа, забежать смогу до него. Я надеюсь на это. Было бы неплохо, чтобы меня не захерачили в этот момент. И да, к слову, я еще и хату купил. Ну, квартиру ты видел, что я оплачивал. И купил я ее в непосредственной близости от магазина вот этого. Так, а это у нас что? Это у нас макендакин, что ли? Нет, это еще и тут магазин чей-то 24 на 7. Это что за магазин здесь? Это магазин. Вход свободный, к слову говоря. Ни фига себе, так-то прилично. Тут еще банкомат. По мне кто-то стреляет. Я пока не понимаю, зачем и кто, и что, и для чего. Отстань. Так, это чья-то? Шаурменная? Какой-то мистер... Флатон Вагдерг какой-то стрелял. Понятно. Ладно. Побежали, короче, до магазина. Он где-то здесь рядом находится. Если я не ошибаюсь, то он непосредственно вот тут где-то. Кстати, люди, по-моему, сейчас выбегут. Что-то где-то. Нет, они там во дворе. Так, бежать до магазина срочно. Вот он его. Я уже вижу его на карте. Вот эта вот штучка. Рючка. Я не знаю, как она называется. Вот он мой магазин, собственно говоря. Пельмени 3,60 паста. Что за 3,60? Я не понимаю. Короче, вот он мой магазинчик. Каштанчик непосредственно. Вход 777 рублей. Хотя я думаю, еще... Ну, какую сделать стоимость входа. Если что, то ты напиши по этому поводу в комментариях. Вот. Ну и сегодня ты узнал, что у меня есть теперь 2 бизнеса. Это, в принципе, неплохо. Я понимаю, что это не супер-мега-дорогущие бизнесы. Или же еще что-то в этом промежутке. Но магазинов очень мало на серваке. И я его купил за 44 ляма. И я надеюсь, что он будет приносить норм. Что касаемо финансовой статистики и прочее. Пока что я не в восторге вообще от нее. Но я надеюсь, что она будет выше хотя бы. Го, посмотрим. Ну или что, или давай в следующей серии. Типа, это будет, знаешь, этот самый. Типа, пока что непонятно какая статистика. Скоро, ну мы скоро об этом узнаем, бла-бла-бла. Вот. С тобой был, как обычно, Фаша Клэнс. Если что, это была матрешечка, пятый сервачок. В следующей серии, я думаю, что я прокачаю SRT Максимки Фрэша. Потому что надо бы. Так-то. Ну и съезжу в Казик. Но это уже планы на следующей серии, короче говоря. Все, увидимся. Сегодня ты узнал, что у меня есть 2 бизнеса. Круто, классно. Посмотрим, сколько они мне будут приносить. Ибо самый максимальный баланс, который у меня пока что был на пятом сервере, это 62 миллиона рублей. Надеюсь, что рано или поздно будет, как бы, еще раз такой баланс. Все. Ф9, спасибо, что уделил мне время. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok